То, что мы сейчас увидим, это сугубо взгляд детей на историю нашего края, нашей страны, и это, наверное, делает данный проект уникальным. Во Владивостоке прошел показ пяти короткометражных кинолент о героях Великой Отечественной войны, а также Даманских и Хасанских событий. Документальные фильмы сняты в рамках проекта «Школа имени героя». Перед показом зрителям рассказали о процессе создания работ. Дети были вольны, делали все, что хотят. Под чутким руководством профессионалов они писали сами сценарий, сами определяли сценарный план, сами снимали, сами записывали и участвовали в производстве роликов. Юные режиссеры сняли фильмы про земляков-героев, которые знамениты своими подвигами не только в их городах и поселках, но и далеко за пределами Приморского края. Зрители познакомились с биографией и заслугами персонажей кинокартин. И, как рассказал руководитель Центра развития кинематографа, работа над всеми фильмами заняла два с половиной месяца. Все эти пять фильмов снимались достаточно в ограниченном временном промежутке. Они снимались с 1 октября. Подготовка была закончена 1 ноября к съемкам. С 1 по 30 ноября у нас был съемочный период всех пяти картин. И с 30 ноября по 15 декабря был монтажно-компоновочный период. Губернатор Приморского края Олег Кожемяков, побывавший на премьерном показе, после просмотра фильмов высоко оценил работу участников проекта. Всех участников фильма обязательно поощрить, обязательно сделать так, чтобы были эти поездки организованы. Не оставить никого без внимания, потому что это хорошая, большая работа, которая достойна уважения. Более того, какие-то фильмы мы можем обязательно показать. У нас через год будет кинофестиваль. И открытие кинофестиваля мы должны сделать как раз вот такими фильмами. Фильмами детей, которые здесь, в Приморье, чтут подвиг старших поколений. Понимают его важность и значимость. Поэтому мы это тоже обязательно сделаем. Спасибо большое. Также глава региона поддержал инициативу установить мемориальную доску на доме Степана Воробьева и поручил организовать экскурсии для молодежи по памятным местам доманских событий. Яна Коган, Новости на Восьмом. Продолжение следует...